приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про анонс огромного ребаланса техники на ру регионе но вначале покажу трех победителей по 500 золота из паза-паза прошлого видоса под этим видео тоже оставляйте комментарии если вы играете на рубай регионе и в конце никнейм если хотите участвовать в розыгрыше в этом месяце я еще не отправлял победителей на выдачу золота как только отправлю все все получит не переживать просто удобнее отправлять сразу пачками чем по одному каждый день и так в чем суть этих всех замечательных изменений в том что анонсировали масштабный ребаланс техники на три года вперед до 2026 года планирует перебалансить половину танков в игре а всего их 700 хвостиком как я и говорил масштабный ребаланс нужен игре чтобы я заметил и вот это примерно он чтобы получился в игре баланс нужно нижнюю часть поднять вверх танков которые отстают а верхнюю приспустить и тогда будет разрыв намного меньше и получится баланс лучше все логично логично также тут еще в новости написано отмазочка почему так долго вопрос из-за большого количества боевых машин не получается быстро внести все ребалансные правки но будем честны если вносить изменения которые заведомо провальные и потом придется вносить их еще раз и еще раз и каждый раз неправильно ребалансить то это конечно затягивается надолго когда один и тот же танк завод три раза баланс от вверх вниз то видно что с прицелом у человека который балансе ну так себе хотя люди которые играют много хорошо и разбираются в игре понимают с первого же изменения что некоторые танки получают абсолютно не то что им нужно итак давайте поговорим про первый этап этих ребалансов в прошлом видео мы поговорили с вами про изменения на европейских серверах и посмотрели прим танки нару регионе леста тоже выкатила изменения ребаланса прим танков и там один в один все те же самые танки я вроде бы проверял цифры даже по цифрам все один в один может какие-то микроизменения есть но это там надо прям до циферки сверяться я вроде глазами пробежался один в один если кто-то заметил какие-то где-то изменения то напишите в комментариях я вчера на стриме вместе с вами смотрел эти циферки я изменений не заметил то есть все те помойные изменения центурионов prima victoria fv4202 и так далее это все и нару регионе анонсировано при этом не понерфили ни одной имбовой прям телеги из-за чего сближение слабых и сильных прям танков она ничтожно мало когда у тебя есть супер имбы есть очень много супер слабых танков в прошлом видео я их все перечислил которые еще не апнули такие как паттан кр 59 паттан cdc ста 2 и тому подобные танки которых полным полно ну и конечно же я думаю что мы дойдем до нерфа имбовых прям танков иначе вся эта затея вообще не имеет никакого смысла воне я думаю будет нормально так основная наверное проблема то что некоторые танки получались в марафонах тратились не то что часы а дни на получение этих танков время нервы ну и конечно же бабки но нару регионе прям танки нерфить можно напишите в комментариях как вы считаете что важнее общий комфорт игры баланс приятная игра или чтобы танк именно конкретно ваш который на который вы тратили деньги или время в марафоне не трогали что важнее неужели у вас один танк за марафон и нету каких-то старых помойных танков на которых играть невозможно может вы хотели бы чтобы они стали нормальные но хотя с такими опами который мы видим до нормальных им далеко если был бы нормальный a по слабых танков и нормальный нерв имбовых тогда я думаю ответ был бы очевиден для многих но именно с таким ребалансом мне даже самому тяжело ответить на свой же вопрос на словах то наверное хотелось бы но как мы видим на деле получается все но такое опять мы видим ребалансы которые после ребаланса потребует чуть ли не сразу опять ребаланса. Теперь поговорим про ребаланс прокачиваемой техники. Вот допустим начинаем с первого же танка 110 ему апают все то что ему нужно. У него проблемы с вооружением, у него проблемы с броней. Апают броню во лбу корпуса, улучшают точность, улучшают перезарядку на полторы секунды и сведения на две десятых. В принципе все что танку нужно все дали. Но возникает вопрос, а с девяткой и десяткой все в порядке? На них же даже никто не играет и в рандоме ноль. А что по китайским СТшкам? Что по китайским ЛТшкам? Там же пробитие на восьмом уровне 180, скорость полета 600-800, там рукой снаряд кидают. Там у ВНов ноль, пушка чисто копье. ЛТшки это просто вялые бездарные танки. Но вспоминаем отмазку в начале статьи. Танчиков много. Все. Приехали. Такое ощущение, что ребалансом все время 13 лет в игре занимается один гномик, которому вывалили задание за три года перебалансить половину танка. И он в ахуе сидит такой, еб твою мать. Это все мне. Следующее. Волкер Бульдог М41. ЛТ восьмого уровня. Да верните ему барабан, который был на седьмом левеле и все. Они там ему и перезарядку на полсекунды, и точность, и сведения, и пробития чуть-чуть. Это да, повысит его циферки, но в целом танк не может быть не помойным. Это огромный пузырь. А сейчас фугасы летают направо и налево просто тоннами. Его просто апнули в более комфортное состояние, но до сильного танка ему далеко. АМХ-65Т. Танчик нерфили, танчик апали, танчик опять апают. Сколько можно? Опять улучшили броню корпуса, люк мехвода, скорость поворота, время перезарядки на полсекунды. Почти многим танкам, где апали скорострельность, улучшения перезарядок простые. Либо полсекунды, либо полторы. Все. Также еще пробитие сделали 225, а было 218. Да и так вроде нормальное пробитие было. При том, что в прошлый раз, насколько я помню, его немного поднерфили, а тут еще сверху выкатили сильный ап. Непонятно. Вот еще китайскую ветку ПТ решили апнуть. Я недавно взял три отметки на девятки. Я играл на десятки, они более-менее нормальные. Да, конечно, до имбовых им далеко танчиков, но в целом на них играть можно. Им улучшают скорость полета снаряда на 26%, девятки и десятки. Восьмерки улучшают броню, причем так неплохо, что-то там понакидывали везде. Также улучшили количество ХП на 8 уровне, плюс 250. Почему-то была 1000, хотя это медленная типа бронированная ПТ, а ХП как у быстрой бумажной. Также улучшают у восьмерки и у десятки точность с 0,4 на 0,38 и на десятки с 0,38 на 0,36. Также максималку поднимают до 40 км вперед на десятки и улучшают мощность двигателя. Это все, конечно же, круто, но напомню, что у девятки и у десятки пробитие специальным снарядом-кумулятивом 395. Я на них поиграл, они в некоторых моментах очень прикольные, поскольку Е3, которые привыкли танковать своими рубками, очень интересно получают в эту рубку с пробитиями. Я думаю, им весело. И актуальность вот этих ПТ-шек, она возрастет, они и так-то, ну, в некоторых моментах интересно играются. А с таким увеличением комфорта в точности, в скорости полета снаряда, это вообще будет обалдеть. Также у нас идет вот нерв советских ПТ. Объект 268, вариант 4. Нерфят максималку на 10 км. Почему тут 50 было, вообще изначально непонятно. Вот китайским ПТ дали 40, советским тоже вот 40, только тут с 50 на 40, а не с 38. Также зачем-то нерфят ХП. Было 2 косаря, будет 1900. Мощность двигателя нерфят, еще и дальномер понерфили на 20 мм. В принципе, со всем нерфом этим я согласен, в плане уменьшения максимальной скорости и нерфа дальномера. Но вот все остальное зачем? Он и так сложный, этот танк, поскольку лючок пробивают десятки легко. Теперь еще и восьмерки будут его пробивать, раз там 210 мм. Также еще и нерфят СУ-100М1, там понерфили броню на 20 мм, в лобовую, ВЛД и НЛД еще на 10. Будет 80 мм НЛД, ВЛД 120. Ну оно реально бронированное. Также еще АП от Першинг. Точность 0,34 вместо 0,37. Перезарядка, было 8,2, станет 6,8. Сведение 2,3 было, стало 2 секунды. И пробитие 212 будет, а было 190. Смешное пробитие. Ну и также еще у ПАТа на 9 уровня, стоковая пушка тоже будет больше пробития, как и у восьмерки. Почему девятку не АПнуть ПАТа на еще чем-нибудь? Она очень слабенько играется. Пробитие основным снарядом вообще как от восьмерки, а то и даже чуть ли уже и не хуже. Это конечно какой-то смешной АП. Стоковые пушки. Мне кажется вот этим Е50 и ПАТАном, у которых пробитие 2013 года, как у восьмерки, пора бы уже сделать нормальное пробитие, хотя бы 250. А не вот эти смешные там какие-то 202 за 230. АПует хорошо так Т69. Пробитие основным снарядом было 181, будет 200. Невероятно. Но самое интересное, что специальный снаряд 250 был, будет 280. И вот это уже мощно. Также АПует стабилизацию, но не сильно. Типа с 0,24 на 0,22, с 0,22 на 0,22. Короче такое. 0,22 это стабилизация какого-нибудь там 60ТП. Это очень криво для такой мелкой Альфы, для такого маленького калибра. Стабилизация ужасная была, будет чуть-чуть лучше, но этого мало. Также еще АПует сведение с 2,9 на 2,5. Ну и перезарядку с 27 секунд на 2,4. Это хороший АП, но стабилизация бы чуть-чуть побольше. Но в целом и так уже неплохо. Т6-СА9 очень помойный. Ну и нерф ВЗ-55. Перезарядка между выстрелами с 2 секунд на 2,5. И общий барабан с 22 секунд до 25. Также время прицеливания с 2,7 на 3 секунды. Это очень жесткий такой нерф огневой мощи. Я думаю планка на нем спустится пониже. И танк перестанет быть на первом месте. Среди тяжей на 10 уровне планочка у него упадет. Также еще и понерфили перезарядку и между снарядами, и всего барабана у девятки. С 27 секунд на 30 секунд. И между снарядами с 2,5 до 2,7 секунд. Честно говоря, девятку не знаю зачем трогать. Десятку можно было КД между снарядами понерфить. Зачем сведение было еще нерфить? Ну не знаю. Мне кажется, на ней и так не так уж и легко играть. Конечно, этот танк показывает средний урон гораздо выше, чем остальные танки у средних игроков. У средних игроков обычно на этом танке средуха гораздо выше, чем у любого другого танка 10 уровня. Это очень сильно в глаза бросается. Можете сами открыть статистику. У многих средуха на нем выше. Также еще нерф наградной техники. Чифтейн и Объект 279 ранний. Здесь очень много токсичности в плане того, что люди тратили много времени на это. На ГК там, в ЛБЗ получали эти танки и теперь эти танки нерфят. Много-много-много лет можно было на этом спокойно играть. И тут вдруг конфетку забирают. Вместо нее выдают какую-то хрень. Что я могу сказать? Ну Чифтейну можно было объективно понерфить максимальную скорость. Он очень быстрый, как для тяжелого танка. Теперь с понерфленной максималкой будет понятно, зачем на него ставится турбина. А так он и без турбины так хорошо ездил. Также еще нерфят скорость поворота. Время перезарядки орудия до 12 секунд. Почему-то здесь не пишут сколько было. А было 10,5. А будет 12. Это опять на полторы секунды понерфили ДПМ. Точнее перезарядку. Ну и соответственно ДПМ это очень жестко. Так еще и нерфят пробитие специальным снарядом 311. А было 322. Я вам так скажу, что с Чифтейна и так стрелять неприятно. Там снаряд летит куда угодно, но не в середину. Так еще эти подкалиберы. Я честно говоря вообще не люблю с него стрелять. Вот другое дело объект 279 ранний. На нем за счет кумулятива прикольно урон набивается. Но тут тоже 320 пробития кумулем сделали. Еще и ХП сделали 2300. И время перезарядки орудия 11,5. То есть пробитие было 340 на 20 миллиметров. Уменьшают получается 320. Когда было 10,5. Будет 11,5. На одну секунду понерфили перезарядку. Ну и максималка 35 на 5 километров была 40. Мне кажется Чифтейна чересчур сильно понерфили. Я согласен с нерфом максимальной скорости. Может быть перезарядка тоже ладно. Нерф пробития специальным снарядом я абсолютно не согласен. С него максимально неприятно стреляется и так. Зачем этот танк теперь нужен вообще непонятно. Меня лично и так от него потряхивает. Я бы не сказал бы что лично для меня получение танков за ГК было какое-то прям невыполнимое занятие. Но я сколько времени потратил на это и силы. И все время мне не нравилось играть на ГК. То есть я делал все это через силу. И все танки которые я за ГК получил они по сути нахрен не нужны. Вообще. Сама клановая движуха она полумертвая. Танки брать на ГК чтобы играть в кланах это почти бессмысленно. Потому что никто особо там кланы эти не играет. Ну есть наверное какая-то движуха. Но она очень маленькая на фоне всего онлайна игры. В рандоме эти танки тоже непонятно зачем. Если есть что-то более имбовое. Вот был Чифтейн и 279 ранний и теперь что? Опять же зачем 279 раннему нерфить пробитие кумулятивом до 320 хотя бы 330 оставили. Теперь некоторые вещи будут тяжело пробиваться или вообще будут недоступны. На мой взгляд как-то прям жестко. Так там же есть еще и ВК-70-201К у которого пробитие кумулям 350. Так они еще и некоторым другим танкам за ГК сделали пробитие 350. Там тоже видимо будут нерфить до 330. Там и с Тэшком всяким понадевали. Но я бы не сказал бы что они прям супер обалденно играются. Если их будут еще нерфить то это вообще жуть. Они только за счет этих пробитий кумулям и играются больше вообще никак. Я согласен что это нужно понерфить. Но не согласен что прям настолько. Но еще у нас добавляется помимо всего этого список изменений танков. Которые находятся у нас в коллекциях. Либо акционные. Абсолютно все эти танки максимально слабые и бездарные. 113-му так же как и Бейджин Опере апают броню в ЛД. Это хорошо, это замечательно. Но там в лбу башни дыра. Так же как и у 62-ки. Увеличение брони в ЛД это хорошо. Но этот танчик не заиграет. Это хорошо что там типа в ЛД хотя бы его не будут пробивать легко. Но все же он играется чаще от борта или от башни. А в башне во лбу голдой он пробивает слегка. Если остальным имбовым танкам понерфят пробитие голдой. Вот как нерфят Чифтейну. Как нерфят 279 раннему. Если у танков не будет у многих пробития голдой на 10 уровне больше 320. Тогда вот эти дыры во лбу башни будут не такие катастрофичные. Но у многих по прежнему пробития дофига. То что два танка понерфили это хорошо. Для таких танков у которых во лбу башни там 300 миллиметров. Они хотя бы иногда будут не пробиваться. Но когда пробитие там 330-340. А то и 350. Лоб башни в принципе не способен танкануть. Даже если вылетит минимальное пробитие. А так хоть иногда оно будет танковать. Если понерфят всем пробитие до 320. Кроме ПТ. Хотя опять же на мой взгляд. Вот я так закину. Вам такое пища для размышления. Почему? У ПТшек пробитие. Особенно специальным снарядом. Намного больше чем утяжей. Ведь у них и так преимущество в виде того. Что у них альфа большая. На мой взгляд. Ключевой вообще. Фактор ПТ. Забалансили неправильно. Лучше бы им дали больше брони и комфорта. Чем пробитие специальным снарядом. И дискомфорта во всем остальном. А так они просто голдой в силуэт куда-то бахают. Иногда пробивают. Иногда нет. Но в этом весь геймплей в основном на ПТ. Но это так. На подумать. Также АП ВВ-215Б. Средний урон 440. Вот это изменение реально крутое. У него невероятно клевая пушка. Точная. Обалденная. ДПМная. С альфой 440. Этот танчик прям. Точнее это орудие. Хочется поиграть. И броня борта. Лист за гусеницей. 76 мм. Честно говоря. Нужно еще АПнуть броню в башне. То что там бортом этот танк иногда танкует. Это понятно. Но он легко пробивается в НЛД. В ЛД. В лоб башни. В маску. В лючок. В погон башни. Он просто как решето. Пушка это хорошо. Но вы АПаете самую сильную сторону этого танка. Основа то гнилая. Этот танчик как игрался супер сложно. Так и будет играться супер сложно. Он горит по КД в лоб. И очень дырявый. Хотелось бы брони хотя бы в башне добавить. Чтобы она хотя бы танковала. Потому что и так тяжело. Башня сзади. Корпус огромный. Широкий. Длинный. Горит в лоб. И в нем нет брони. Мне кажется здесь вот немного не дожали. Как и в 113. Можно было тоже чуть-чуть что-нибудь еще добавить. АМХ-30Б апают. Злосчастный. Который там мучается уже много лет. Потому что кто-то там решил их разделить по геймплею. Между Леопардом и 30Б. А в итоге теперь их опять сводят в одну кучу. Средний урон 420. А был вроде 390. Время перезарядки 7 секунд. 7,4. Хотя там и так ДПМ лютый. Вообще это один из самых скорострельных танков. Еще и с увеличенной альфой это вообще будет нереальная дичь. И скорость полета снаряда увеличат. Проблема АМХ-30Б в том, что у него пробития нет. Вот оно просто очень плохое. Пробить голдой тяжело что-либо. Даже у Эземезоны. И этот танк либо ему тяжело и он не может ничего набивать. Если бой тяжелый и не может найти себе место. Либо если он правильно в нужное время куда-то подъезжает. Он просто за секунды танки просто на ДПМ разваливает. Когда было 7,8 будет 7,4. Так еще и альфу увеличили. Это будет вообще жесть. Но ему нужно пробитие. Хотя бы чуть-чуть там по 10-20 мм. Оно прям вообще нищебродное. Ну и очень грандиозный аптэш-2. И почему не апают? Точно так же тогда 140. Я недавно поиграл несколько стримов на 62. И иногда конечно прикольно поиграть. Но большая часть боев этот танк максимально ничтожный. У него очень плохо с броней во лбу башни. И просто все туда пробивают абсолютно. Это максимально неприятно. Что у тебя просто все дырявое. Максимальной скорости не хватает. Пушка вроде точная. Но какая же она кривая в некоторых боях я вообще не знаю. Вроде бы точность 0,34. А и стабилизация и сведение есть. Но как же оно криво летит я вообще не знаю. Хотя казалось бы ну супер точная пушка. Но нет. Ему апают максималку с 50 км на 60. Мощность двигателя 580 было. Будет 750. Короче это теперь гоночный болид какой-то. Видимо 13 лет мехвод до педальки не мог достать. А теперь за 13 лет он подрос. И на педальку теперь нормально нажимает. Альфа 320 сделает 360. Вот это вообще обалдеть. Вот это вообще круто. И 140 можно такое же. Гномик который вот эти циферки крутит. Можете его еще на 140 туда повернуть. Разброс на 100 метров был 0,34. Будет 0,32. Точность это хорошо. Потому что как показывает практика. В 2023 году даже с точностью 0,34. Хрен куда попадешь. Ну еще апнули маскировку. Зачем-то пускай пофиг. В принципе ап акционных танков. Он жирный такой неплохой. Но хотелось бы некоторым танкам еще хоть что-нибудь куда-нибудь добавить. Потому что некоторым танкам апнули совсем не то. В чем у них главный минус. А улучшили самое лучшее. Но это тоже ап. Но это странный ап. Когда без рук ему дают костыли. Это конечно что-то не то. В принципе я согласен со всеми этими апами и нерфами. Но я не совсем согласен что именно и насколько апают нерфят. Не во всех танках я согласен. В некоторых да. Но в некоторых абсолютно нет. Это все равно сближает самые слабые танки с самыми сильными. Но сближает как-то кривовато. И такой ребаланс нас ждет еще половины танков в игре. Дай бог здоровья все это увидеть. И во что это все превратится. Но за три года столько помоек в игру добавят. Что баланс там снова видимо придется ребалансить. Еще и с такими ребалансами. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Гарати красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. В конце комментария никнейм. Если играете на Рубай регионе. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok